С продлением режима ЧП в Кыргызстане школы и университеты страны продолжают дистанционное обучение. И хотя неизвестно, когда образовательные учреждения вернутся к прежнему ведению обучения, об онлайн-режиме отзываются не хуже традиционного. Понятие правонарушения. Правонарушение – это противоправное поведение. Во всяком случае, экзамены и тестирование никто не отменял. К слову, с сегодняшнего дня начинается регистрация участников ОРТ. При достаточно высоких баллах в сертификате результатов общереспубликанского тестирования появляется больше возможностей. Абитуриенту откроются двери в большинство высших учебных заведений, в которых он пожелает продолжить учебу. И хотя школьники уже начали привыкать к дистанционному формату, ОРТ пройдет, как и всегда – в аудитории, за партами и по соседству с учащимися из разных школ. Мы проводим его в два этапа. ОРТ будет проходить с 21 по 23, это 22, но 21 мы обрабатываем, дезинфицируем, санитарную безопасность. 22, 21 и проводим первый этап, общий тест, потом предметный проводим. 24 мы опять дезинфицируем, проводим первый этап и 25 проводим второй этап ОРТ. ОРТ записи сегодня мы даем во всех режимах, средствах массовой информации, доведены до районных отделов образования, доведены до общеобразовательных школ, до всех желающих категорий, которые будут именно проводить сбор документов. Итак, что необходимо для участия в ОРТ? Во-первых, конечно же, регистрация. Абитуриенты, которые оканчивают среднюю школу или среднепрофессиональное учебное заведение в этом году, могут пройти регистрацию по месту обучения. Выпускники прошлых лет регистрируются в районных или городских отделах образования по месту жительства. Для регистрации необходимы паспорт, два фото 3х4 и квитанция об оплате за участие в тестировании. Около 500 сомов без дополнительного теста. Что же по условиям проведения государственных экзаменов, то многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Тем не менее, ведомство, в случае чего, готовится к разным вариантам развития событий. Сегодня вынесены 4 варианта итоговых государственных экзаменов. Сегодня эксперты еще посмотрят. Вариантов у нас и времени у нас есть. Мы обычно это всегда объявляли в традиционной форме к 25 мая. Экзамены традиционно шли. Сегодня на улице, мы говорим, 4 мая у нас время есть. Мы сейчас поэтапно, пошагово определили общереспубликанское тестирование, место проведения, сроки, выдачи, поступления. Вторым этапом, ближайшую неделю, то есть до завершения этапа, мы же говорим, что 11-го, до 11-го у нас объявлено вот такое положение. Что будет после 11-го у нас есть время, как будет ситуация, в каком режиме. Все позиции мы изучили. Изучили вплоть до того, обыкновенно пройдут экзамены, если все отменится. Не отменится, второй вариант есть. В этом году в Кыргызстане насчитывается 58 370 выпускников. Больше 6,5 тысяч из них только в Бишкеке. Кстати, в столице не менее 130 выпускников претендует на аттестат особого образца. В этом году у нас в городе Бишкек выпускается 6592 школьника, которые завершают 11-й класс. Из них 134 человека претендуют на аттестат особого образца. А также выпускается порядка 13 тысяч человек, которые заканчивают среднюю школу на базе 9-го класса. Там ожидается 313 человек, которые могут получить аттестат особого образца. Общее республиканское тестирование проходит по графику, установленному Министерством образования и науки. Напомним, все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения с 8 апреля. В дистанционном режиме придется и завершить этот учебный год. Это уже точно. Поэтому времени расслабиться у школьников и студентов нет. А выпускникам не теряться и уже начать. Готовиться не только к госэкзаменам, но и к поступлению в ВУЗ. Покорять вершины знаний. Айзадур Маева, Нурдан Карапеков, Пирамида.